устал устал дорогие друзья взять в топор да пойти в лес рубить дров но леса нет у нас и дров соответственно тоже нету начал начал потихоньку значит формировать уже вернее соединять отводки на алиэкспресс купил вот такие вот номерки значит делаю полностью сегодня был такой облет в этой семейки испугался честно говоря думал напад вот эта молодая матка не облетевшиеся приходится на алиэкспресс да взял такие вот номерки чтобы были уже идентичные все одинаковые и начинаю потихоньку приводить в порядок пасеку в каком отношении ну надо вернее не в порядок пасеку а учет учет навести надо где какая семья какая матка когда в каком году вышла но в этом году наверное у меня впервые будет видеть вот раньше такие номерки были выходят маточки маточки облетываются первые мои номера вот такие были вот но это еще не обозначены потому что пока времени хватает попробовал примерил так что понравилось вроде бы и по цвету и по всему ну на пасеке всегда ребята есть радость есть разочарование увидел матка облетелась увидел матка вышла ну радость смотришь после облета матка не вернулась а знаешь что там была маточка все уже контролируешь ее она не прилетела и прилетела и уже выводить новую матку поздно и надо делать надо соединять отводок где-то маточки у меня уже ушли где-то остались безматочные семьи вот поэтому начинаю соединять вот ну и кое-как у меня немножко решилась проблема сушью мне товарищ стас подкинул 40 аж 40 рамок откачанной суши такая хорошая сушь темная и светлая есть вот сразу дал плодным маточкам где есть росло тут это вот расформированная уже моя семья воспиталка которая была последней вот там осталось и несколько рамок пчелы это достаточно рамок маловато ну должна сегодня-завтра выйти последняя матка вот и будем 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 наблюдать а вот в этой семье как раз вот 6 бывший номер 6 вот матка не вышла неправильно выразился матка вышла здесь но она не облетелась вот этого семья без номерная крайне желтом старом улье вообще какой-то молодую матку первый раз плодную гоня не плодку вышла у них же в улике вышла у них же семье она вышла до был расплод начали гонять но забрал ее никак она не в клеточке никак они ее не принимали забрал ее в другую семью подсадил дал им другой маточник у поубирал маточники вот сейчас последний раз я убрал оттуда во все маточники подставил опять один из последних маточников который у меня был но прихожу они опять его разгрызли в чем дело что дело что с этой семьей но я пока не сломался у меня остались матки с расплодом вернее рамки с расплодом остались и я просто-напросто взял соединил отводочек безматочный уже с расплодом от f1 вот поставил туда ну пускай может быть выгонят свой маточник получится не получится успеется облететь успеет облететься не успеет поэтому такие вот дела ну просили меня рассказать о пасеке паспорт пасеки вам дает права как законному владельцу своего имущества потребовать в случае потравы в случае какого-то ущерба воровства вы хотя вы сможете предъявить какие-то требования в суд или же к лицу нанесшему вам урон так как у вас пасеки нет вы не зарегистрированы то соответственно у вас нет пасеки понимаете ну что для этого надо для этого надо обратиться в свою ветеринарную службу ну вот допустим моя пасека находится в белгородском районе вот и значит эта ветеринарная служба находится у нас в районе рынка спутник вот я приехал туда значит у них находится несколько ветврачей которые занимаются разным направлением свиноводство животноводство курятина ну и есть конечно же у них направление пчеловодства вот я обратился ветеринарному врачу который занимается по пчеловодству мы сели с ним поговорили он спросил где находится пасека мы выехали с ним на пасеку он сделал осмотр вот значит выписали паспорт пасеки на тот момент у меня было по моему 12 семей вот я сейчас схожу я сейчас схожу и покажу вам его вот паспорт пасеки выглядит вот так вот открывая первую страницу чердеж департаментом 21 2001 года здесь фамилиями отчества где зарегистрирована в каком значит населенном пункте она ну и ветврач который проводил значит осмотр и регистрировал второй странице идет учет пчелосемей здесь я заполняю сам стало больше меньше у меня их указываются характеристиках состояние пасеки в этом году вот седьмом месте мне через год надо было прийти вот надо будет мне поехать обязательно на следующей неделе сделать сдать подмор сделать значит все пройти все анализы по пчеле и зафиксировать состояние своей пасеки также зарегистрировал в головинском сельском совете личное подсобное хозяйство не выдана справка на 50 пчелосемей все анализы которые я проходил вот в этом году я конечно честно признаюсь не сдавал подмор на проверку поэтому на следующей неделе как я вам обещаю я все это сделаю ну документы на паспорт пасеки и анализы просроченные анализы ну хотя бы ну до июня до 27 июня они были действия потому что сдается через год вот июль август конечно я прошлёпал вот ну ничего сдадим исправим эту ошибку паспорт пасеки и все анализы у меня находится постоянно в бардачке в машине почему потому что я переезжаю с пчелами и получается так что если меня на дороге остановит геи бддшники или гаишники вот то мне придется не сладко завернуть мой прицеп вместе с машиной поставят на стоянку вот и до ну вплоть до ареста скорее всего это так и называется арестом моего имущества пока ну я не предоставлю документы поэтому правда меня ни разу не останавливали но у моих знакомых останавливали и были небольшие проблемы вот так как у людей паспорт был документы были просто дома оставили вот то вопрос конечно решился вот но в такой коротенький обзор я сейчас закончу покажу вам одну из семей мата кардаван и о вот ну и конечно предыдущая тема по ярмарке получилось очень занимательное с обсуждениями такая я люблю когда люди спорят отстаивают свою точку зрения и спорить не только со мной но и между собой а читают многие поэтому всегда это всегда интересно ну о чем в частности там мы с вами говорим о том что рамочка сотового меда человек сказал стоит 500 рублей ну я как бы пользуясь правами блогера выскажу свою точку зрения вы знаете все подорожало ну как минимум на 25 процентов от 15 до 25 процентов не подорожал только мед мед как был в прошлом году он так и остался вот рамки я зимой покупал в сборе по 35 рублей сейчас я купил по 65 рублей это даже не 25 рублей но кто-то скажет ну ты же можешь делать сам возьми рубанок возьми топор пойди в лес завалить дерево на строгай напили и будет тебе бесплатно вот ну такой метод тоже не подойдет потому что можно пойти на колыму потом там лес валить нет я считаю что все таки вот пчеловод да наверно на западе вот как то так у них устроено что я занимаюсь там допустим производством меда ну а все остальное для производства меда я покупаю я не думаю что там люди сидят и колотят рамки с утра до вечера они идут магазин и покупают по приемлемой цене потому что если инфляция скакнула у них в этом году инфляция во всем мире подскочила и очень сильно все это связано с пандемией но это не вопрос не касаем вопрос стоит в том что все подорожало кроме меда до конечной продукции и человек говорит что ну вот себестоимость меда она намного ниже и продавать по такой цене некрасиво а я считаю что насколько можешь ты проявить свое умение в продаже да насколько ты способен в этом оценить свой труд и не продешевить значит в этом только твой плюс будет если же мы сбрасываем мед по низким ценам если у нас стоит годами то это наш минус и винить каждый должен сам себя а если может человек получать большой кэш большую пенку то флаг ему в руки потому что это его деньги это его зарплата это его выдумка это его умение поэтому оно должно только приветствоваться и вы знаете я посмотрел этот сотовый мед он на ярмарке и он за ним в очереди не стояли поверьте мне и кто-то если подойдет в подарочек купит ну рамочку сотового меда то это хорошо да люди зарабатывают на сотом на сотовом меде большие деньги но это оптовые производители его и опытовые поставщики потому что есть такие специализированные магазины где можно эту продукцию в больших городах покупать она оформленная красиво на подарочная там еще выше цена на нее поднята поэтому ребята давайте жить дружно и давайте торговать тем что мы производим то что мы умеем и может человек продать понимаете рамку сотового меда за тысячу рублей я только за 145 рамку да вот у меня иван со мной стоял да он приходит мне говорит сергей а я горит рамочку вчера продал возле дома там объявление написал продал за сколько вам за 1000 рублей ну-ка я рад за него понимаете он банку подсолнечникового меда продал за 2 тыс он продает за 2000 банку подсолнечникового меда ему торопиться некуда у него меда немного он деньги на этом большие не сделает но люди отказываются покупать за 2000 он говорит ну ну езжайте дальше вот покупайте у других он еще меня ругает что сергей ты игре ты очень цену сбавляешь вот поэтому я рад за то что ивана получается вот так вот хорошо конечно если были бы высокие оптовые цены на мед для того чтобы можно было поработать откачать его скинуть его по хорошей цене какая хорошая цена оптовая я бы думаю что вот если был бы он по 180 рублей но разнотравия подсолнечник последние меда да это было бы ну прекрасно прекрасно чтобы каждый человек мог бы прийти но тему я уже поднимал эту пока такого нету поэтому давайте посмотрим заключение ролика как развивается мои маточки инструментные семьи с маточками инструментального осеменения ну вот уже на 10 рамочках но пчелы конечно еще недостаточно для зимовки чтобы надо чтоб на всех волочках было полным полно есть темная пчела как я вам говорил да да там я усиливал расплодом но золотой пчелы становится все больше и больше но мы видим что все-таки желтые пчелки добавляется начинает выходить она вот такой вот расплод рамочка конечно старенькая но носят они и медок откуда-то вот иногда я подкармливаю еще поддерживаю их ну и буду поддерживать закармливать конечно сильно радует что пчелки уже носят сами пергу стало больше летные пчелы вот почти уже на каждой рамке есть расплод пчелы добавляется соответственно и маточка может больше 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 сеять вот но уже темных пчелок все меньше и меньше остается конечно преобладание золотой охранники стоят что-то подтанцовывает туда-сюда мы видите да какое количество темные пчелы какой уже золотой поэтому молодая более желтая та которая постарше она конечно меняет свой цвет и становится примерно вот такой заключение подведем уток а нужно ли ригит надо ли регистрировать пасеку нужен ли паспорт пасек ребят каждый должен принимать решение сам мой сосед вот и учитель василий иванович он говорит что она мне нужна вернее регистрация это и паспорт пасеки он стоит на стационаре непонятно на чей земле и никто его не трогает он живет своей стране он живет в своем государстве ни на что не рассчитывает никого не боится я принял решение зарегистрировать пасеку зарегистрировать личное подсобное хозяйство пока я не воспользовался в этом году никакими благами от этого и но я думаю что когда-нибудь возможно мне пригодится возможно не пригодится поэтому каждый из вас должен сам принять решение вот и я прошу посмотреть дослушать ролик до конца и не начинать с первых срок сразу говорить да вот мы зарегистрировались вот мы там мы налоги свои с нас налоги будет никто из вас налоги тянуть не будет регистрация пасеки это просто чисто такая формальность в первую очередь для того чтобы защитить пчеловода от чего я сказал в начале так ли это не так ну опять же каждому принимать решение самому поэтому всем спасибо извините наверно за долгое объяснение за долгий показ но попросили я ответил пускай это будет интересно двум трем человеком но я я выполнил просьбу всем пока